СПЕКТР РГ Научный руководитель миссии, академик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Рашют Сюняев. Казанский федеральный университет осуществляет наземную поддержку проекта благодаря российско-турецкому телескопу РТТ-150. Он определяет и классифицирует источники рентгеновского излучения. Телескоп Казанского университета с диаметром зеркала полтора метра, который установлен в Турции, входит в состав наземного комплекса оптической наземной поддержки этой миссии спектр рентген-гамма. И наша задача наблюдать объекты, которые обнаруживаются в рентгеновском диапазоне, в оптическом диапазоне, отразделять эти объекты, классифицировать и исследовать их физические свойства. Начиная с января 2020 года наш телескоп в Турции активно подключился. К этой работе у нас было два периода наблюдений в январе и в марте. Получены первые данные, получены спектры изображения объектов рентгеновских источников. Казанский университет – единственный в России имеющий телескоп за границей. К нам в настоящем времени в каталог занесено уже 75 тысяч рентгеновских источников. А вот что это за рентгеновские источники? Являются ли они звездами, галактиками, квазарами? Как раз задача нашей астрономы в Казанском университете – помочь нашим коллегам в Институте космических исследований. Для этого мы будем использовать наш полутораметровый телескоп, установленный в Турции, в оптическом диапазоне. В декабре прошлого года обсерватория начала научную программу. А 10 июня 2020-го телескоп завершил первый рентгеновский обзор всего неба, что позволило ученым построить карту небесной сферы с рекордным угловым разрешением менее одной угловой минуты. Обсерватория продолжит свою работу, и в ближайшие три с половиной года Артекс-С проведет еще семь обзоров неба, что позволит сделать карту более детальной. К настоящему времени российский телескоп Артекс-С обнаружил примерно 500 новых рентгеновских источников. В основном это черные дыры, квазары, а также источники двойных звездных систем. А 1 апреля этого года обсерватория спектр рентген-гамма зарегистрировала мощный источник рентгеновского излучения в самом центре галактики Млечный Путь. Им оказалась черная дыра, не проявлявшая признаков активности более 20 лет. Подробности о работе астрономов смотрите в следующих выпусках новостей на Универ ТВ. Камиль Гемаздинов, Универ Ньюс.